Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и у нас с вами Мукбанк! Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита! Давайте это делать вместе! У меня сегодня не до оливье, типа оливье! Ну, я как всегда, я же люблю что-нибудь там апгрейдить или еще как-то придумать. В общем, помидорка домашняя порезала больше, потому что ничего нет. И хлебчики буду есть, вместо хлеба. Есть у меня еще чай. С лимоном, зеленый. Поехали? Сейчас расскажу. Ну, почти оливье, почти. Почти оливье. Но не оливье. Оливье без горошка, короче говоря. Так будет правильно сказать? Я почему-то думала, что у меня есть в холодильнике горошек. А оказалось, что горошка у меня и нет. Ну, как бы... В принципе, очень вкусно и без горошка. Но у меня здесь все стандартно. Картошка, морковка. Я не знаю, видно, морковку нет. Яйцо, огурцы, колбаса. Нет горошка. Я добавила еще лук репчатый, потому что я лук люблю. И укроп чуть-чуть. Просто здесь у меня два вида колбасы. Вареная. Еще у меня оставался кусочек сырокопченой. По типу... Ну, она называется Ариан Салями, но это не Салями. Это вареная копченая. Наверное, как-то так. Ну, короче, поняли. Два вида колбасы и огурцы здесь у меня. Бочковые. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я очень люблю вообще соленые огурцы, всякие соленья. И я всегда в спаре покупаю бочковые огурцы. В такой вакуумном паховке. Они шикарные. И в этот раз я добавила их сюда. Слушайте, вот очень интересное сочетание. Потому что колбаса здесь не только вареная, но еще вот эта вот сырокопченая. Как бы очень прикольно получилось. Попробуйте. Прикольный салатик. И горошек бы здесь, мне кажется, даже лишним был бы. На самом деле. Так что вот, бочковые огурцы, это моя любовь. Я говорю, я всегда вспоминаю. Из детства их. И просто... У меня папа военный. Ну, сейчас уже на пенсии, конечно. Он приносил домой эти бочковые огурцы. Я даже вот помню, приходила к нему на работу. И там вот эти вот бочки стояли. С этими огурцами. И такой запах там всегда был просто шикарный. Эти, конечно, тоже вкусные магазины, но это не то. Вообще не то. 90-е годы. У меня столько воспоминаний. Именно с 90-ми. Слезано. Хабаровск, Приморье. Как тебе, привет? Как я хочу побывать в Хабаровске. Как я хочу побывать в Камени Рыболове, где я жила два года всего лишь. Это Приморский край. Ну, там вообще Суперова. Прям Суперова. Телефон мне опять. Вика, привет. Опять мы с тобой. Правильно, я набей телефон. Уже пора менять, потому что. На новый. Посмотрела я вчера этот аватар. Не знаю, сегодня я выложу или завтра. Постараюсь сегодня. Новое это, шоу это. На НТВ. По типу маски. Ну. Я не могу сказать, что прям я в восторге. Посмотреть, конечно, можно. Нормально, интересно. Ну. Не сказать, что прям такая шикарная передача, что захватила. Кто смотрел, пишите. Вам понравилось, нет? Маска я считаю все-таки интереснее. На носу тоже аллергия. Везде. Укус у меня вообще здесь трэш. Контент. Мажу всем, чем только можно и не можно. Это дело. Ну. Начала пить. Ларатадин, что ли? От него, кстати, нормально. Не хочется сильно спать. Вот как. Вот. Помню, я когда-то давно пила супрастин. Я с него вообще засыпала. Вот. Просто. А вот этот, Ларатадин, по-моему. Все нормально. Прикольно. Прикольно. Выходные пролетели. Махом. Погода у нас холодная. Ну, как холодно. Сегодня еще более-менее было. Я ходила вот в костюме и одевала такую, ну, типа, ветровку. Вот. Солнышко светит. Прям жарко. Хочется раздеться. А ветер подует. Прям, знаете, так не очень. Скажем так, приятно. Такой ветер. Очень такой. А завтра посмотрела. Прогноз. Вообще 10 градусов. Дождь. Такой рестный перепад. У нас на следующий выходный день города. В субботу, по-моему. Дети нашего для трактора будут выступать Нилетто, Клава Кока и кто-то еще. Я вас хочу сходить. Но прогноз что-то там какой-то не очень хороший. В центре, по-моему, где-то там будет это выступать. А Насте, как обычно, ну, стандартно, да, наверное, у всех. На день города приезжают какие-то артисты выступают. Объелась. Я же еще пока резала, я же всегда ням-ням-ням-ням делаю. Подъедаю по чуть-чуть. Вкусно. Блин, огурцы эти вообще прикольные. Надо отварить картошечки, огурчики, пить селедочку, и лучок, и будет прям вкуснятина. Вкусная вкуснятина. Открываем рот. Что, друзья? О, все чешется. Осень. Осень. Причем у нас так резко осень пришла. Тоже на 35 градусов стояла и резко вот так вот похолодало. Такой перепад прям вообще офигенский. Кто любит бочковые огурчики, пишите. Кому не нравятся мои видео, не смотрите их, пожалуйста. Зачем вы свое время тратите на меня? Если я вам так не нравлюсь. Вы же даже не ленитесь комментарии писать. Лука надо было побольше, что-то прям маловато. Очень маловато. И темнеть уже так рано стало на улице. Летом классно. 11 часов. 12 у нас. В 12 только начинала как-то такие сумерки. А сейчас все. Вот сейчас уже время шести уже такое. Не очень. Пасмурно чуть становится. Ну, дождей обещают. На юге там вообще рано темнеет. Вот не всегда приезжаю, когда на море. Мне всегда так непривычно. Потому что там рано темнеет. Там в 9 часов уже хоть глаз калить. Вообще ничего не видно. А у нас-то в этом плане хорошо. Все, начинается всякая вредная еда. Я сегодня купила 3 кабачка. Еще. Так что ж здесь я. Любители кабачков. Мукбанг с кабачками. Ну, ладно, даем помидорку. Конечно же. Сейчас пойду гладить еще. Школа началась. Вкусно. Сегодня быстрый такой, малоразговорный. Мукбанг. Ну, какой есть. Все. На этом я буду заканчивать свое видео. Мой красный нос. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита. Приятного просмотра. Хорошей рабочей недели. И всем пока-пока.